Приветствую вас, геймеры, это канал Alex and Play, мы продолжаем играть в мод Кайзерейх за Османскую империю. В прошлой серии мы дошли до того, что наш визирь умер. И нам дают двух на выбор, либо Алифу от Паша берет контроль над партией, это сторонник модернизации, демократ. Второй, это Исмет Паша, принимает факел от Мустафы Кемаля. Это более сильный и все-таки больше за консерватора. Да, консерватор. Ну и я сейчас прям на ваших глазах говорю, кто за кого. Во-первых, вот Офгас Интерактив, он за Федерацию. Он за Федерацию, это уже первый голос. Второй голос тоже за Федерацию. Третий за Федерацию. И смотрим. Игровой канал, он как бы высказался и за тех, и за других, но больше за Османскую империю. Поэтому я буду считать. Раз за Османскую империю. Два за Османскую империю. Три. Так, нет, это не то. Три за, ну, три за Османскую империю, а четыре за Османскую империю. Четыре за Османскую империю получается. У людей, которые голосуют. Поэтому у нас на канале Демократия. Поэтому мы выбираем Исмет Пашу, принимает факел от Мустафы Кемаля. Берем эту штучку. Ну вот, мы будем смотреть, что будет дальше происходить. Ну, это я предполагаю, что это не окончательно еще наш выбор. Вот, хотя тут установить однопартийную диктатуру. Есть. А может и... А может мы и это берем, не знаю пока что. Будем смотреть, думать, что произойдет дальше. Демократы покидают ОНП. Неудивительно, что назначение Исмет Паши новым лидером партии вызвало сильное негодование со стороны либеральной клики. Политика жесткого курса, которая сейчас, кажется, доминирует внутри партии, вынудила бывших близких соратников Мустафы Кемаля, таких как Алифуат Паша, Джилал Паша и многие другие, покинут ОНП. В создании которой они участвовали, работали вместе с бывшим соперником Казимиром Карабакиром. Генеральный секретарь партии Рейджеб Бэй уже открыто осудил новую партию, которая в настоящее время носит название Демократическая партия. Явно намек на авторитарный стиль ОНП и пытается настроить общественное мнение против них, осознавая окно возможности было закрыть и нынешнее доминирование ОНП. В парламенте вряд ли продлится долго. Он также оказывает давление на Исмета. Надеюсь убедить его закрыть эту партию, выскочку и централизировать государство вокруг ОНП. До того, как их контроль над армией и парламентом начнет пропадать. Предатели. Нация в кризисе все-таки. Мы попали в очень жесткий кризис, ребята. Пока тут я по решениям не вижу, что мы можем что-то нажимать, поэтому пока никаких способов я пока не вижу выхода из этого кризиса. Нация в кризисе. ОНП была не единственная организация, пострадавшая от внезапной кончины великого визиря. Поскольку отсутствие руководства начинает вызывать большие проблемы по всей стране, член организации, соответственно из-за убийства, все еще находится на свободе. Многие задают вопросом, почему потерпела столько-то историческую неудачу в защите великого визиря. Слухи о заговоре, достигшем высших эшелонов восточного государства, быстро распространяются по мере того, как бывшие друзья смотрят друг на друга с подозрением. Реджеп Паша, генеральный секретарь партии, поэтому подталкивает Эсмета Пашуна к принятию так называемого закона о поддержании общественного порядка, который предоставил бы почти неограниченную исполнительную власть великому визирю, рассматриваемый многими в партии как способ навсегда просечь любые попытки оппозиции, как следующий шаг к объединению партии и государства. Скорее всего, сойти с пути, на который нация встанет, если закон примут, будет невозможно. Вполне вероятно, что на восстановление политической сцены после такого удара потребуется десятилетие. Точка невозврата. Конфликт в Сулеймании. Провинция Сулеймания всегда была источником беспокойства для валитов Месопотамии. Населенные сильными курдским большинством, многие из шейхов и агов отказываются проводить новые реформы и уступать власть Константинополю, а вместо этого крепко держатся за племенную преданность в икурдские традиции. Экспансия туркмен в Восточном Месопотамии, исход ассирийцев и открытие нефтяных месторожений вблизи Масулы и Киркука нарушили хрупкое равновесие в регионе, где различные группировки пытались взять под свой контроль эту территорию. Внутри Курдистана также царит большое соперничество, поскольку различные племена вовлечены в почти постоянное состояние внутреннего конфликта, основано на семейных, языковых и секстантских линиях, поскольку османское государство не желает позволить одной курдской группе стать сильнее других или позволить им найти общий язык помимо падишаха. Эта борьба часто поощряется властями в Масуле в ущерб как самим курдам, оставшимся ассирийцам, так и туркменам, которые часто становятся жертвами курдских наступлений. Их разделение держит их послушными. Ну и беспорядки будут, кстати, уменьшаться в Сулеймане, но стабильность минус 5. Блин, теперь выбор сложный, опять-таки. Я бы так-то закончил сейчас серию, но блин. Она такая короткая получается, 6 минут всего. Я даже не знаю, что делать. Февзи Паша объявляет о своих амбициях. Не только начальник штаба Османской армии, но герой Вейдкрика Февзи Паша заявил о своих амбициях полностью заняться политикой. Этот шаг Паши, давнего друга и бывшего коллеги покойного Мустафы Кемали, многим раз нравится как неожиданный, поскольку этот человек не проявлял особой склонности выступать в политические баталии, предпочитая настоящее и очень сильно свидетельствует о братских отношениях между ОНП и Османской армией. Однако недавние слухи в верхних эшелонах партии говорят о том, что Кемаль признал, призвал его на свою сторону незадолго до своего безвременного ухода и поручил ему ввести партию в Османскую нацию в целом по пути, который они оба предполагали. Однако вследствие слабого, соблюдаемого правилом, запрещающего офицерам одновременно занимать должность в армии в Османском парламенте, остается неясным, будет ли его недавно объявлена кандидатура на руководство партии и также включать застрочный уход с прежней должности. Известный как разумный дисциплинированный человек, некоторые опасаются, что он может ввести страну по более авторитарным пути, с более тесными отношениями между армией и государством. Даже не знаю, что тут делать. Не знаю, не знаю, вот, ребят. О, кстати, в связи пошел, вот он. Тут маршал, оказывается, что у нас, вот он. Ну, даже не знаю, что тут делать. Сложный выбор, в связи с гандалитарами. Ну, хотя, ну, наверное, парламент все-таки его бы не особо так позволил, поэтому провалил голосование. Давайте, пускай он провалит голосование. И выборы надо как-то проводить. Давайте сейчас возьмем фокус 4 года прогресса. Вдохновленная отчасти социалистическими системами кабинет нашего великого визира издаст декрет о следующем четырехлетнем плане, который он назвал 4 года прогресса. Сосредоточивших на быстрой индустриализации османской нации, она хочет значительно уменьшить зависимость от иностранных товаров и расширить отечественную промышленность, ориентируясь на текстиль, сталь, цемент и что-то еще. И получит национальный дуб 4 года прогресса, что даст скоро строительство неплохо, эффективность производства из 5 класса. Берем эту штучку. ОГЖД поглощает палестинские железные дороги. Из-за надвигающего банкротства палестинских железных дорог Османские государственные железные дороги, или ОГЖД, смогли выкупить компанию и реинтегрировать ее в свою транспортную сеть. Уже планируется смена ширины колеи для лучшего соответствия османскому стандарту. Постойка промой линии между Хайфой и Яфой. Кто контролирует транспорт, тот контролирует людей. Ну да, есть доля правды. Так, у нас накопилось 100 политки, мы можем ее, наверное, потратить. Вот это. Увеличить османскую жандармерию. Увеличить османскую жандармерию. Служба, служа нашей главной силой миротворцев, османская жандармерия или запти уже поддерживает значительное присутствие в Курдистане, чтобы обеспечить защиту своих граждан и интересы Константинии. Огромное расстояние и низкая плотность населения довели наши нынешние силы до предела, поскольку сообщения о беспорядке вблизи границ Армении и Грузии вынуждены остаться без ответа. Рост религиозного фанатизма, как реакция на секуляристские реформы ОНП, также остался без контроля, поскольку демагогия вызывает прекращение их еретического... еретического правления. Ну, давайте прожмем эту штуку. Я думаю, она очень полезна. Все-таки берем обязательно. Ха, смотрите! Интересно, выборы социолибералов все-таки побеждают. Османские выборы 1936 год. Наверное, просто некоторые сейчас напишут, что надо было брать армию, чтобы... армия, ну не знаю. Чит, как-то это совсем как-то... Ну, не хочется мне, если честно. После безвременной смерти нашего бывшего визиря, великого визиря и последующей борпы за власть в ОНП, сутан Абдул-Меджид II назначил новые выборы, чтобы обеспечить стабильную демократическую преемственность. Однако растущее военное вмешательство в дела государства указывает на то, что без влияния через Мустафу-Кемаль армия может скоро начать играть более правую роль в политике и подтолкнуть страну к тому курсу, который она предпочитает. В любом случае, многие опасаются, что эти выборы только начало, и что в образовремом будущем ситуация станет нестабильной. Но, я думаю, да, сутан мог вмешаться, да и парламент, я думаю, не особо одобрил бы это. Поэтому... Да. И, во-первых, у него поддержку войны, тут минус пять, значит, он не особо любит военных. Хотя армия, он все равно, естественно, нужна. Ну давайте, ладно, либеральное коллекции возвращает большинство. СССР-либеральное изменение популяризм в 30%. И ПСС станет правящей партией. Вот, 42 терраса голоса. Нормально. УНП проигрывает выборы 1936 года. То, чего некоторые, возможно, ожидали с момента их непрочной победы в 1935 году, сегодня стала реальностью. УНП, партия турецких националистов и остатков КСП, была полностью побеждана. А их коалиция развалилась. Теперь мы должны продолжить с того места, на котором либеральная коалиция установилась в 1934 году. И установить все, что было разрушено. Однако, первый вопрос для дня уже является очень опасным, поскольку, хотя коалиция НП больше не имеет большинства, мы не так едины, как хотелось бы. Выбор Великого Визеря остается предметом горячей дискуссии среди различных партийных лидеров. Принц Сабахетин, лидер крупнейшей партии ПСС, похоже, намерен занять эту позицию со своей программной полной децентрализацией и своей смелой инициативы по переросмыслению Османской империи. Шахиб Арслан из Горного Ливана, кажется, является его главным оппонентом с акцентом на исламскую солидарность, мораль и возвращение к старому. Принц Друзов, более известный как Амир Аль-Баян, принц Красноречия, он пленил умы и сердца многих известных арабских семей, кажется, пользуется поддержка религиозного эстеблишмента. А некоторые даже предполагают, что у него есть союзники в дворце. Пока эти двое борются за должность, многие обращают внимание на ДП, поддержку которой сыграло важную роль в успехе либеральной коалиции. Несмотря на свою относительную молодость, эта партия, основанная бывшим генералом Казимом Карабихир, пошла и получала все больше голосов с каждым выбором, поскольку обещание найти золотую середину между жесткой линией НП и политикой радикальной децентрализации ПСС находит широкую поддержку среди турецкого среднего класса, которым как личные заслуги генерала позволяют рассчитывать на поддержку многих бывших и нынешних солдат. Мы должны подобрать приемлемого кандидата. Постеркать события. Казим Карабихир возвращается из Армении. Тернационный фокус будет изменена на либеральная Антанта. Будем сейчас смотреть. Чем можем тут? А, смотри, фокус уже будем пропускать. Которым вот это все прокачает, сейчас пропустится. Мы это все прокачали. Моя веточка меняется просто каждый раз. Как в то новом не может. Но только по-другому. Так, не знаю пока куда лучше выйти. Куда сейчас пойти? Наверное, вот сюда. Либерализация национальной экономики. Модель национальной экономики, в которой следует НП, нанесла нашей экономике непоправимый ущерб. И вместе обещанную экспонациональную экономическую росту послужило лишь разрушению процветания немусульманских подданных на благо правящего класса. Больше не надо. Мы разрушим эту российскую систему. Вместо нее построим новую процветающую османскую экономику. Вот это хорошо. Кезым Карабекир возвращается из Армении. Бывший бригадный генерал и герой Велькага. Кезым Карабекир Паша, исполняющий обязанности вали армянского виллоэта, с 1935 года вернулся в столицу для участия в переговорах коалиции, которая в настоящее время продолжается. Его партия ДП, демократическая партия, вновь значительно увеличивает число занимаемых мест в парламенте. Многие ожидают, что как восходящая звезда империя, он попытается занять должность великого визиря. После прибытия через станцию Хайдар Паша на восточной стороне Босфора его сопроводили прямо во дворец Долмабахчи, на аудиенцию султана Абу Абдул Мехмеда II, с программой, являющейся промежутком между позициями ПСС и НП. Многим кажется и вероятным, что султан, по крайней мере, серьезно осмотрит кандидатуру человека, который в прошлом уже стоял рядом с дворцом. Добро пожаловать, Паша! Либералы-рыночники изменения популярности. 2% нам нужны как раз... А, нам нужны социал-либералы. Нам нужны социал-либералы. О, понятно. Ясненько, понятно. А, осмотрим решение пока вообще нет. Ясненько. Империя празднует Ит Уль Фиттер. Сегодня первый день Рамазана Байрами или праздника Прекращения Поста. После месячного поста во время Рамадана весь ислам празднует это радостное событие. В большинстве семьи мужчины посещают утреннюю молитву в мечети. Затем они возвращаются домой и обнаруживают, что приготовлено обильный завтрак. Также приняты есть финики и сладости перед посещением молитв. Для многих домашних хозяйств это первый завтрак, подданный после восхода солнца за последние 30 дней. Молодые люди в семье, сыновья, дочери, внуки традиционно целуют руку старших, когда старшие преподносят им подарок. Подарки обычно представляют собой деньги и золотые монеты, завернутые в носовые платки. Три дня празднования организованы в иерархическом порядке. Первый день зарезервирован для членов семьи. Эту традицию для младших посещать старших и проявлять уважение к ним. Затем следует навестить более отдаленную семью и соседей. Это время для объятиев и поцелуев. Также время для исправления разбитых сердец. Если есть люди, которые поссорились, Ит считает временем для заключения мира. Еще одна известная часть торжеств включает в себя сладкий вкус рахат лукума. Эти угощения предлагаются гостям, которые посещают, а также соседским детям, которые бегают от двери и ожидания конфет или наличных денег. Кроме того, знаменитые барабанщики Рамадана посещают окрасности по утрам. Обычно жители улицы дают барабанщику чайлы за его службу в течение месяца. Ит Мубарак Консерваторы стекаются к принцу Сабахетину. Приговоры внутри коалиции, похоже, продвигаются удовлетворительным образом, поскольку принц Сабахатин успешно движется к созданию приемлемой коалиции для противостояния централистам. Его программа, ориентированную на жесткую децентрализацию, делегацию в большей части полномочий провинциальным ассамблеям поддерживают многие меньшинства и арабы. Тем не менее, многие консерваторы по-прежнему выступают против, поскольку, хотя они считают, что программа вон появляется ереси, слова боготостопа для османского государства, они по-прежнему выступают против полной децентрализации, поскольку опасаются, что это отрицательность кажется на исламе и положение султана-халифа. Все взоры прикованы к султану. Дет события. Султан Абдул-Хаммед второй назначает нового великого визита. Социал-либерал изменения популярности 2%, консерваторы изменения популярности 5%. Очень честно. Крах экономики Персидского залива. В Дували и Басри нашли сообщение о том, что некоторые государства Персидского залива особенно сильно пострадают экономической депрессией в Европе и что это вызвал шоковые волны по всей их социальной структуре. Многие из этих государств, такие как Дубай, почти полностью зависит от промысл жемчуга и имеет европейский континент в качестве своих основных рынков сбыта. С ростом популярности более дешевых японских знаменителей, рынок получил свой первый удар в 20-е годы. Но конфликт между этим государством и метеоевропейским блоком обеспечил устойчивый спрос на Персидский залив. Теперь, когда этот спрос почти в одной части испарился, вся отрасль находится на грани краха. Хотя это, конечно, печально для арабов региона, эта катастрофа заставила их приблизиться к османскому государству и нашему внутреннему рынку по просьбе нескольких шейков и эмиров ТНК, турецкая нефтяная компания, открыла переговоры, чтобы обсудить возможность разведки нефти вдоль побережья и расширить свои работы в Персидском заливе. Потеря одного человека — это приобретение другого. В Басру беспорядки будут уменьшаться, а в Бахрейне, в Катаре, Абдул-Даби будут очень сильно расти. Да, класс. Но политическая власть изменится на 50%. Но пока решения нет. Султан Абдул-Мехмед II назначает нового великого визира. Ну, блин, я не читаю, неправильно. Абдулхамед II, наверное. Он назначает нового великого визира. Согласно османской конституции, окончательное решение остается в руках султана Халифа. И поэтому многие задавались вопросом, что происходит внутри стен дворца. После тщательного рассмотрения всех кандидатур, встреча со своими советниками, султан сегодня утвердил в качестве следующего великого визира принцесса Бахеттина. ПСС станет социал-либерала. Отлично. Те, которые нам и нужны. Принцесса Бахеттина. И ПСС станет проще. Партии в стране будут проводить всеобщие выборы, добавить модификатор, парламентская поддержка. За каждые 20 политвластей, 20 депутатов, в Михлис Мебусан, поддерживающих нашу коалицию, этот модификатор будет увеличен. Зайдет событие, парламент собирается вновь. Будет добавлена идея. Вот такая. Рыночный либералист, присоединяется к коалиции, социал-контерматист, присоединяется к коалиции. Ясно. Коалиции против нас или в нашу коалицию? Интересно. Ну, социал-либералы, рыночный либерал, наверное, точно присоединяться к нам. Вот консерваторы могут и не присоединиться. Хотя мы все равно все социал- социал-какую-то поддерживаем. Ладно. Так, появились решения, которые мы будем делать. Я думаю, здесь мы уже пойдем поддерживать социал-либералов, конечно. Так, тут нам надо вот что сделать. Финансировать программу... Вот это, наверное, не знаю. Финансировать и Наталийскую программу помощи сельскому хозяйству. Одной из самых больших жертв глобальной депрессии является Наталийское сердце. Почти полностью полагаясь на сельское хозяйство, все еще пытаясь отправиться от огромной потери населения во время веткирга, многие фермеры опустились в полную нищету, поскольку сеть поддержки оказалась недостаточной для их нужд. Эти Наталийские крестьяне, которые в значительной степени также составляют костяк османской армии, являются легкой мишенью для ОЭХФ и других центристских партий, поскольку их обещание о помощи – это именно то, что эти избиратели должны услышать. Наталийская программа помощи, финансируемая через вот эту Зират Банкаши, обеспечивала бы здесь утешение, поскольку она забрала бы ветер из-под кривьев ОНП и, следовательно, также увеличивала бы нашу собственную базу поддержкой среднейших классов. Это точно нам надо. 200 дней. Это не знаю арабских, но тут СССР-либералы упадут, поэтому это нажимать точно не стоит. Ну вот, фонд-министерство по делам религии. Вот это нам нужно, я думал, взять. Подожди, коалиция, поддерживающая 30. Подожди, поддерживающая это. А, пока все, мы нажать пока не можем. Ну окей. Хотя, ну давайте, коалиционный переговор с ДФ. С ДФ. А ДФ это у нас кто? С ДП, наверное, вот это. ДП. Окей. Посмотрим, что это такое. Коалиционный переговор с ДФ. Хотя мы, возможно, и победили на выборах, у нас нет большинства необходимого для формирования стабильного правительства. Хотя мы, возможно, и победили на выборах, у нас нет большинства необходимого для формирования стабильного прейса. Повторяется, что это здесь. Чтобы решить этот вопрос, мы должны начать переговоры с другим победителем, Козимом Карбекирой. Ну давай, переговоры попробуем провести. Пока у нас поддерживающиеся 85 из 105, но надо наблюдать за этим очень серьезно. Парламент собирается вновь. После того, как правительство принцесса Бахатина назначена новоизбранной представители также заняли свои места в палате депутатов. После коротких речей Султана и Великого Визиря зал был торжественно открыт. Проблемы начали возникать почти сразу же, когда депутаты от Н.О.Н.П. подвели критики, подвергли критике все пункты речи Великого Визиря и назвали всю его программу позором для возвышенного государства. И следовательно, для всего мира. Ах, демократия. Ну, вот этот мы фокус завершаем. Но нам надо вот эту либеральную национальную, либерализацию национальной экономики точно провести, чтобы вот эти вот консерваторы немножко упали. Ну, точнее, авторитарные демократы. А потом мы будем, конечно же, заниматься уже веточкой. Естественно, вот это нужно проводить. А, ну, это другое, пока нам не особо нужен. Заниматься нам этим надо будет срочно. Конечно же. Много уровня в демократию потом брать. Нарастающие волнения в Бахрейне в связи с возросшим интересом персидского правительства к делам шиитского большинства на острове у побережья Аль-Хасса наблюдается заметный рост антиосманских антисунницких настроений. Кроме того, в сочетании с катастрофой торговли жемчиком и слабой реакцией шейха на снижение уровня жизни его населения остров был потрясен волной протестов, призывающих к реформам и к равному представительству. Однако, более тревожным, чем персидские увертюры, являются увеличение числа радиоприемников, настроенных на радио свободный Каир, распространяющего арабскую националистическую пропаганду, призывающих весь арабский народ, сбросит турецкая иго. Бахрейни будет расти беспорядки. Весьма прискорбно, прискорбно. Вот тут он Бахрейн. Ой, не, вот здесь Бахрейн. Точно. Вот здесь, вот здесь. Вот так вот. А все еще война, кстати, идет. Меджин, Неджин и Джибель, Шамара. Кстати, мы можем отправить дефек. Ну вот на дивизии вообще ничего не сделает. Хотя можно будет попробовать. Давайте, кстати, я попробую. не, не надо попробовать. Че это мы так сразу. Давай одну дефку я отправлю. Сейчас поставим какого-нибудь генерала. Лучше троечку есть какую-нибудь. Ну вот этот, например, отправится вот сюда. Посмотрим хотя бы как там находится. Вот, отправляем. Твою же шмать! Социал-либералы уменьшивают свою популярность. У нас нет выбора. Хотя центристы не смогли заручиться. Поддержка необходимой для формирования работоспособной коалиции мы также таковой не обладаем. ДП Казыма Карабакира является главной причиной этого, поскольку его триумф на выборах существенно расширил партию до такой степени, что теперь они могут на равных конкурировать с крупнейшими партиями. Кезым очень хорошо осведомлен об этом, ведет жесткую игру с нашей партией, пытаясь закрепить за собой положение великого визиря, однако поскольку Султан поддерживает Бахеттина мы теперь готов ввести перевел с коалицией. Цена высока, однако поскольку его партии будут переданы не только по министерству военной финансово, но и министерству на странном дело, что обеспечит сильное влияние его партии почти на все формы политики. У нас нету вот гондон на самом деле что сделать-то? Я думаю поговорим нормально, вот такая зараза не захотел с нами сотрудничать. жалко жалко обидно подожди всякий раз тут блин нас 30 поддерживающих теперь замечательно просто замечательно теперь у нас 36 тучков а у авторитарной демократии очень много много очень опасно мы на 6 тучков опережаем хотя мы сейчас их кстати уменьшим поэтому неплохо будет все отлично мы их убрали немножко снизили их популярность многоуровневая демократия хотя Сабахатин изначально не выступала за автономию его рассуждения о децентрализации почти исключительно нашли поддержку среди автономистских движений различных групп земельной элиты они видят централизованную государство прямую угрозу своему статусу поддерживают систему многоуровневой демократии в которой не только палаты депутатов ну и провинциальные ассамблеи могут иметь популярность поэтому возьмем ну могут иметь власти ну вот когда там дивизиты прибудет 16 января уже прибыло так чтоб мы как можем тут пробиться может сюда попробуем кстати здесь ему сдавить пока тут никого нет кстати возьмем так тут дивизиты идут идут смотреть попробуем держаться не знаю насколько это получится приходится давай надо качнуть блин не может шариф али хайдар скончался назначены и рады впервые дни восстания хиджази али хайдар паша из хашимийского дома исполнял обязанности шарифа священных городов почти два десятилетия до своей смерти в начале этой недели поскольку необходимость этой должности неоднократно подвергалась сомнению большая часть полномочий в наши дни находятся в руках хиджази в али некоторые надеются воспользоваться этой возможностью чтобы не назначить преемников и тем самым положить конец традиции сын али хайдар и воспитанный при дворе в константине абдулмаджир хайдар был преемником но не проявлял особого желания занять эту должность предпочитая оживленные улицы столицы пыльными холмами хиджаза назначить абдулмаджир хайдар медине и в меке будут уменьшаться беспорядки это конечно же замечательно так ну возврат к социальным реформам я наверное не буду нажимать потому что это консерватор блин это же консерватор я немножко зря сюда нажал русский националист турецкий националист подожди коалиция я не понимаю что такое коалиция здесь я не понимаю на самом деле что такое нажимание я не понимаю на самом деле что такое нажимание а так на самом деле это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует... ...которые будут работать при федеральном правительстве. Продолжение следует... 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 Территорию теперь вот эту пробьем. Вопросы об образовании в Южном Ираке. Конечно, будет... Тревожные сообщения дошли до нас из Южного Ирака, где родители, по-видимому, запрещают своим детям посещать государственные школы из-за страха перед суннистской идеологической обработкой. Эти граждане в Восточном, поддерживающие шиитской верой, препятствуют образование своих детей и увеличивают социальную пропасть между арабами, суннитами и шиитами, поскольку это ограничивает их будущие возможности. Так, ирарская администрация мало что сделала, поскольку она еще больше играет на их суннитской политике, правосходство, которое в последние годы привело к значительному сокращению числа шаидских чиновников. Кроме того, они также утверждают, что без образования эти люди останутся аполитичными, как таковые, не создавая угрозы их собственной позиции. Громотный гражданин это послушаем, граждане. Они поощряют дальнейшую вербовку шиитов. Так, пробиваем еще здесь. В Старийской империи в поддержке Болгарии. Балканы нам неинтересны. По инициативе сербов и представителей ряда стран собрались в Багдаде для обсуждения политической и военной ситуации на Балкане. В этих 14-дневных мероприятиях сербы, румыны и греки замышляют создать как называемый новый порядок на Балканах. Им даже задумывалось создать резолюцию 14 пунктов, в которой поразглашается, что только самоопределение народов в соответствии с их этнической принадлежностью может считаться справедливым путем к суверенитету и территориальным притязаниям. Очевидно, что Балканы снова неспокойны. Резолюция Белгарского конгресса, несомненно, будет использована для оправдания общей войны против Болгарии, в конечном счете Австрийской империи. А сирийцы призывают к международному эмбарго на поставку оружия на Балкан, чтобы поддержать Болгарию. Объявим ли мы о нашей поддержке Болгарии? Балканы как бы нам интересны, но у Болгарии нам есть претензии. Две территории нам нужны, а тут людей, ну как вы, не особо много, но это наши национальные территории, поэтому я хочу их вернуть. Поэтому Балканы нам не интересны. Ну, Болгарии нам нужны, поэтому нет. Прости. Давай тут, ладно, стоп, вот это неважно, кстати, брать. Нам надо вот сюда скорее идти, прият. Прият попробовать взять, ну блин, тут они пробились, но обидеть. А, смотри, все, мы победили, еее, Джибель Шамар победил, классная война у нас получилась. Ну и на этом давайте тогда завершать серию, и так 52 минуты уже много. А то иначе стрим уже получится, только не в прямом эфире. Ну, на этом, в принципе, все, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии обязательно, и знайте, что самое интересное еще впереди. Всем удачи и пока!